дорогие друзья мы сегодня продолжим наши уроки по беседам любавического рыба и сегодня про песок у нас урок и называется он четыре сына как мы знаем что о четырех сыновьях говорила тора один мудрый один нечестивец один наивный один который не умеет спрашивать мудрый что он говорит каковы свидетельства законы и установления которые заповедал вам господь наш наш говорит да разнеси разъясни ему законы песаха что не едят на десерт ничего после пасхальной жертве афикомана помните афикоман когда мы в самом конце седра съедаем кусочек массы еще так вот а нечестивый говорит чему служба этого вам то есть не ему так и ты притупи ему зубы ответив ради этого всего выдал меня бог из египта меня не его будь он там не был бы спасен пасхалин года помните что часть евреев когда была темнота они погибли там то есть всевышний те которые не хотел те которые не верили мошарабей моисею они остались египте не смогли выйти потому что они не думали что это важно поэтому говорит а ты считаешь что это не твои законы то тебя бы может быть тебя тоже быть тогда бы бог не спас из египта это написано в пасхальной агаде так вот ребят задает несколько вопросов первое в чем собственно разница между вопросом мудрого и нечестивца ведь как нечестивец говорит вам так и мудрый говорит вас то есть про вас о всех а других говорит если второй вопрос если он действительно достоин звания мудрого так почему он не знает свидетельства закон и установления причем спрашивает и третий вопрос почему составитель агады выбрал в качестве ответа мудрому сыну именно закон об афекамане ведь очевидно что этот выбор не случайно именно такой ответ наиболее подходит для того чтобы развеять все сомнения мудрого сына четвертый вопрос в чем смысл ответа сыну нечестивцу если бы он был там то не был бы спасен ведь это на первый взгляд не отвечает не ответ как бы а лишь совестный выпад да то есть если бы он там был его бы не спасли начнем с первого вопроса дело в том что мудрый сын символизирует аспект служения творцу относящийся к принятию во власти как объясняется в 35 главе тани что суть мудрости хохма хохма мудрость до суть это полная отмена всего другими словами осознание что на самом деле не существует ничего кроме всевышнего поэтому то мудрый и не понимает каковы свидетельства закон и установления ведь разница в том что установление на иврите мишпатим это заповеди которые даже если бы не были написаны в торе были бы обязательны для исполнения в силу того что они логичны например заповедь уважать отца и мать заповедь не воровать да все люди во всем мире они это понимают это логично не надо это как бы объяснять а свидетельства на иврите эдот это законы которые после того как они были написаны можно понять разума например закон о праздниках после того что тора заповедала о них их смысл можно постичь разумом да скажем пейсах да вышли из египта теперь празднуем выход из египта или там ханука до спаслись от греков теперь празднуем хануку понятно а законы на иврите хуким это западе которые выше выше рамок разума как например закон о рыжей корове или например некоторые законы о кашруте почему мы не едим скажем молочное с мясным вместе то есть мы не можем понять это разум но это закон поэтому мудрый сын спрашивает зачем разделять все заповеди на категории которые логичные нелогичные ведь если мы исполняем их принимая власть творца власть бога то какая разница понимаемых смысл больше или меньше их все нужно исполнять с полной самоотдачей как повеление царя чип чими подданными являемся а то есть говорит неважно я понимаю не понимаю эти законы мы все это будем выполнять потому что бог сказал на этом мы ответили ему не едят на десерт ничего после пасхальной жертвы одна из заповедей которая особенно выражает собой идею принятия власти творца это заповедь пасхальной жертвы нам совершенно непонятен ее смысл вся суть ее чистая вера более подробно рассказывается это позже в следующей весе но даже и здесь мы видим что тора желает чтобы у нас остался вкус заповеди да то есть мы съели тофикаман после этого запрещает тоже что-то кушать другое чтобы у нас как бы маца вкус маца остался вкус заповеди остался во рту потому что не едят ничего после пасхальной жертвы то есть когда был храм ели вот это мясо пасхального ягненка и после него нельзя было ничего кушать другое то есть тора хочет чтобы заповедь исполнялась не только из-за полного подчинения всевышнего чтобы мы соединились заповеди чувствовали ее вкус хотя бы частично поняли ее смысл нечестивый же сын задает противоположный вопрос ему нужно обязательно все понять и путь и поэтому он спрашивает к чему служба это вам почему вы делаете все все в форме службы от слова слуга или раб то есть принятие власти творца и аннулирование своего эго на зачем делать то что непонятно ему отвечают соответственно если бы он был там то есть египте то не был бы спасен и вылет из египта был ведь выход из египта был основан на чистой вере и безоговорочном принятии власти творца а в ситуации когда хотят все понять избавление выход из египта невозможно то есть люди которые вышли из египта они просто верили что так хочет бог чтобы мы вышли чтобы мы служили поэтому он их спас и на первый взгляд непонятно почему нечестивый сын появляется рядом с мудрым а тот кто не умеет спрашивать в конце а то есть еще был один сын который вообще не знал какой вопрос задать так вот один из ответов на этот вопрос что в случае с нечестивым сыном есть еще надежда там по крайней мере интересуется хоть он недоволен хоть он не согласен но он спрашивает все-таки с ним есть какая-то связь он задает вопрос то есть происходит какой-то диалог и возможно что удастся повлиять на него и приблизить к той и заповеди которая заповедь это наш путь соединения с богом а то есть что мы можем как мы можем бога почувствовать только если мы его исполняем заповеди он дает нам силу он дает нам связь с ним а тот кто не умеет спрашивать даже рта не открывает символизирует человека абсолютно равнодушного и безразличного ко всему еврейскому до такой степени что он даже не хочет тратить время на споры об этом на этом заканчивается беседа я желаю всем хорошей недели и желаю всем хорошего праздника песен спасибо ты все хорошо делаешь